Служенная артистка Карачаева, Черкесия, дважды победительница фабрики звёзд, но потом ещё добавится депутат от партии «Зелёная альтернатива». Мне не стыдно сказать, что у меня нет никакого опыта в политике. И это нормально. Будет странно, что если я говорю, что вы знаете, я вообще-то на самом деле очень опытная. Мы женщины, мы любим платье, красятся и туфли. Мужчины многие тоже любят туфли, а некоторые даже красятся. Просто они не говорят об этом слух. Не готовы ли вы к провалу на выборах? Да, конечно. Это же мои первые выборы. Это программа «Женщины сверху». Меня зовут Анна Мангайт. Мы сегодня встречаемся с Викторией Дайнека. На этот раз в качестве будущего депутата Государственной Думы, политического деятеля. Вик, здрасте. Здрасте. Знаете, первый и главный вопрос. Зачем вам это нужно? В первую очередь у меня появился личный вопрос, запрос. И всё началось с того, что я обнаружила, что в законодательстве есть огромный пробел относительно законов животных, содержания их прав. прав, и я поняла, что без нового закона не справиться. Правозащитники, которые мне помогали в моей ситуации с соседской пумой, которая действительно живёт в 30 квадратных метрах на моей улице, гуляет в парке, в котором я с коляской, с ребёнком гуляла, в котором дети в футбол играют. Действительно, каждый день по несколько часов гуляет огромный дикий зверь. И у нас нет закона, регулирующей выгул опасных животных. Но я, собственно, прав вот этих вот несчастных животных, которые... То есть вы её встретили? Всё началось с того, что встретили пуму в парке. Да, всё началось с того, что я встретила пуму в парке. И мне безумно жаль животное. Мне безумно страшно самой, как жителю этого района, который ходит по этим улицам и гуляет в парке. И у меня правозащитники, которые меня поддерживали в этой ситуации, адвокат, говорили о том, что грядут выборы, и нужно обратиться к какому-то депутату с помощью, именно в законодательной инициативе, поддержать её. И когда мне поступило предложение вступить в партию и участвовать в списках, честно, я сначала, конечно же, испугалась. Я думаю, насколько это возможно. Потом, изучив вопрос подробно, я поняла, что почему бы и нет, почему бы и не взять и не попробовать. Давайте ещё немножко про пуму, раз всё с ней началось. Вы встретили пуму в парке. Да. Потом вы решили выяснить, откуда она там, да? Да. Познакомились с владельцами. Что было дальше? Кто хозяева пумы? Хозяева пумы оказался Сергей Татаринцев, молодой человек, у которого там есть свой бизнес. Он живёт с пумой в 30 квадратных метрах. По статьям, которые я прочитала об этой пуме, эта пума спит с этим мужчиной в одной кровати, ест охлаждённое мясо из магазина, гуляет в парке. И вообще считает, что пума – это домашний кот. Так как оно принадлежит к семейству малых кошек, значит, что это домашний кот, который должен быть узаконен, по его словам. В принципе, и льва можно держать дома. В принципе, и льва, да, можно держать дома. Так как в России поступил закон о запрете диких зверей, в том числе и пум, с 1 января 2020 года. Сергей, кстати, знал о предстоящем этом законе, и он успел до. Поэтому все звери, которые содержатся… Завести её, долегализовать её как-то. Да, завести. И подписать договор. Он успел это сделать до принятия этого закона. Соответственно, пума может с ним доживать свою естественную жизнь. Вот. Но есть вопросы к питанию. Есть вопросы к содержанию выгулу. Потому что ни в коем случае зверь не должен быть скомпрометирован. Ни в коем случае дети и животные, которые живут и гуляют по этим улицам, не должны быть в опасности. Каким вы видите закон, с которым, собственно, вы идёте на выборы? Я, во-первых, считаю, что должен быть регламент содержания дикого зверя. Потому что если ты берёшь на себя такую ответственность, да, есть люди, которые действительно спасают животных из каких-то сложных ситуаций, от живодёров и так далее. Всё равно должен быть определённый регламент. Потому что там пуме необходим несколько уровней в вольер, где должна быть и вода, где должна быть такое тихое место, тёмное, где она может спать, отдыхать, отдыхать от жары, где должна быть возможность передвигаться по уровням, потому что пума – это то животное, которое прыгает по веткам и так далее. То есть должны быть учтены все физические потребности, должны быть учтены потребности в питании, потому что просто кормить дикого зверя охлаждённым мясом из магазина – это не всегда как бы уместно. Ну и плюс, конечно же, должен быть ограничен выгул, потому что всё-таки диким зверям место на определённой территории, а людям – на другой. И как бы устраивать контактный зоопарк на улицах – это крайне неправильно. А как вам предложили, собственно, пойти на выборы? Как поступило предложение? Какая была мотивация, соблазн? Не знаю. В целом, мне представили лидеров мнений, то, что это такие эко-активисты. И так как во мне заподозрили то, что я так или иначе разделяю взгляды партии, мне предложили поучаствовать в списках. Для привлечения внимания или чего-то нужно у Руслана спросить. Но мне было приятно, что они в меня поверили. Поверили в то, что я могу быть достойным представителем партии в списках на выборы. И это, конечно, для меня огромный комплимент, так же, как и ответственность. Я, конечно, понимаю, что сейчас, здесь и сейчас вопросы зелёной альтернативы может быть не столь актуальны для многих и может быть не столь популярны, как другие. Но всё-таки мне хочется верить в то, что всё чаще и чаще вопросы экологии стали волновать людей. У нас даже появился, не знаю, раздельный мусор, который мы до конца не научились пользоваться. Но я всё-таки верю в то, что вопросы экологии людей будут волновать не меньше, чем всё остальное. И, может быть, всё-таки мы получим те самые заветные 5%. А что ещё в планах вашей партии? Что ещё в программе, с которой вы идёте? Ну, моя программа, она очевидна. Это защита и прав животных, ну и гармонизация животных и людей в целом. Насколько я знаю, главная программа, это, конечно же, леса России, пожары и попытки с ними бороться, создание больших команд, которые справляются с пожарами в России, мусорная, конечно же, реформа, потому что она на данный момент работает несовершенно. Плюс, как это правильно? Ископаемые. То, что в целом дары земли, которые у нас добываются, наша партия считает, что люди должны тоже получать плюсы от этого и дивиденды, не только большие компании и какие-то... не только государства непосредственно и большие там компании, что люди тоже имеют право на то, чтобы получать дивиденды с того, где они живут, на какой земле. А вы знаете, да, что до вас анонсировалось, что таким образом представлять партию будет рэпер «Слава КПСС». Я читала. Потом вы были, фактически заняли то же самое место. Почему не сложилось со «Славой КПСС»? Интересовались ли вы, почему изменились таким образом предпочтения, может быть, с руководством партии? Если честно, я об этом читала только в интернет, ну и потом уже в дальнейшем задавала вопросы на эту тему, почему так. Но, насколько я поняла, что просто вопрос, наверное, в каких-то переговорах и обсуждении, они, наверное, не пришли к какому-то общему знаменателю, но это не то, чтобы нужно было заменить как-то «Славу КПСС» на меня, а скорее, наверное, просто моя история в какой-то момент сложилась с ними таким образом, что я стала представлять первым списком, первым номером списка. Сейчас на выборы собирались идти или идут уже певица Буланова, Юлия Волкова, пыталась пройти, не прошла через праймерис. Вы проанонсировали, что вы собираетесь выдвигаться. Как вы считаете, почему, в принципе, политики и политические партии нуждаются в людях, имеющих репутацию представителей шоу-бизнеса, но не связанных раньше с политикой? Как вы считаете, почему вы нужны? Почему мы нужны? Как минимум, мы прекрасны. Ну, ладно. В отличие от них, в смысле? Нет, нет, не в отличие от кого. На самом деле, шутки в сторону. Я считаю, что все-таки депутат – это представитель народа. А у людей публичных гораздо больше взаимодействия. И вопрос здесь не столько в медиавесе, сколько в нашем уже устоявшемся контакте с нашими поклонниками, подписчиками и так далее. Поэтому, например, когда я только объявила о своем решении в своем Инстаграм, многие написали, как здорово, вот у нас есть такой вопрос, а еще у нас есть вот такой вопрос, и такое, и такое. И то есть моментальная обратная связь. И, собственно, депутат ведь создан для того, чтобы там вести личные приемы, и на основании требований людей создавать законодательные инициативы. Поэтому я не считаю, что депутат – это научная степень. Я не считаю, что депутат – это обязательно человек с политическим образованием. Я считаю, что депутат – это человек, который готов в своем лице представлять интересы людей. А артисты, которые достаточно часто принимают участие в этом, только лишь возможность подключить аудиторию и связь с ней посредством именно своих уже, как сказать, наработанных за годы работы связей. Вы говорите, что депутат – это не обязательно политик профессиональный, а представитель народа. Но неизбежно, если вас выбирают, придется заниматься законотворчеством. Насколько вы готовы заниматься законотворческой деятельностью? Ну, да, я понимаю, что это большая ответственность. Но я готова в ней принимать участие, не просто как бы устраивать общественные экологические движения, но действительно принимать участие в законодательных инициативах, в поддержке их. И я понимаю, что для этого нужна подготовка. Но как минимум, только до выборов у меня есть несколько месяцев, и мой рабочий стол уже просто покрыт разной новой информацией, книгами, конспектами. Мне не стыдно сказать, что у меня нет никакого опыта в политике. И это нормально. Будет странно, что если я говорю, что вы знаете, я вообще-то на самом деле очень опытная. Абсолютно нет, но в то же время у меня замечательная поддержка. Есть при этом литература, есть педагоги, есть эксперты, есть люди, которые уже в этом очень много лет. и благодаря их помощи я готова быть ко всему. Как это сказать? Готова быть ко всему готова. Боже мой. Да. А ваши близкие поддержали вашу идею? Мама, папа, да. Мама с папой меня поддержали. Ну, ладно. Допустим, мама у меня такая, она всего слегка опасается, как мама, которая пытается уберечь своего ребенка, сколько бы не было лет своему и ее ребенку. То папа просто у меня человек, который, во-первых, его всегда интересовала политика, интересует политика. И первое дело, что он мне там начал рассказывать о себе, вот это обязательно нужно знать, а еще вот это вот так, а другое эдак. Вот. Поэтому для меня мама с папой главная поддержка и без их одобрения, конечно, мне сложно принимать решение. Вопрос здесь не только в сепарации или отсутствии ее от своих родителей. Просто для меня это действительно авторитетное мнение, так же, как мнение моего музыкального продюсера Игоря Матвиенко. То есть это моя семья. Он тоже вас поддержал. Да. И Игорь Матвиенко меня поддержал. А он не сказал вам, а что это за партия вообще такая, зеленая альтернатива? Конечно. Конечно, мне нужно было предоставить полную презентацию того, что это за партия. КПР знаю, ДПР знаю, Единую Россию знаю, а вот, например, зеленой альтернативы нет. Да, конечно. Конечно, мне нужно было освоить целую презентацию для того, чтобы рассказать, что, почему, как, зачем я, почему я, но так как все уже были знакомы, всем уже просто наскучила моя история с дикими зверями у меня по соседству, в целом оно как-то, ну, в общем, все к тому и пришло. Иди уже и займись, да? Да, уже, да. Вам не кажется, что это может быть в ущерб вашей певческой деятельности, в вашей музыкальной карьере? Вы знаете... На сцене депутат от партии «Зеленая альтернатива»? Ну, знаете, во-первых, депутатам позволено заниматься творческой деятельностью, если она не финансируется... там разобраться? Не финансируется из-за границы. С доходами у нас все прозрачно, и я этому очень рада. Поэтому я... я не люблю клише, клеймо и вот это все прочее. Поэтому почему бы и нет? Вот. Как бы никто же меня не объявляет там заслуженная артистка Карачаева-Черкесии Виктория Дайнека. Просто когда ведущая на концерте меня там иногда почему-то спрашивает, как меня объявить, я в шутку говорю, ну, конечно же, заслуженная артистка Карачаева-Черкесии и дважды победительница фабрики звезд, но потом еще добавится в лучшем случае, при хорошем истечении обстоятельств, депутат от партии «Зеленая альтернатива». Готовы ли вы высказывать свои суждения по действительно острым, спорным, политическим вопросам? Готовы. Если они в рамках нашей именно деятельности, деятельности «Зеленая альтернатива». Я выбрала для себя, почему я именно приняла решение вступить в партию. Вот, например, ваша партия провластная или позиционная? Наша партия за экологию. Но, попадая в Думу, ты же занимаешься не только экологическими вопросами, ты вынужден голосовать по огромному спектру вопросов, предложений, законов. Это значительно шире, чем только экология. Вы не можете заниматься только тем, что связано с защитой права животных. Это же значительно глобальнее. Да. Например, закон Димы Яковлева. Помните, это закон, который запрещает иностранным усыновителям усыновлять детей в России. Вы бы как проголосовали? А я бы проголосовала... Ну, нет, знаете, вопрос вообще усыновления детей и как бы истории я бы запретила, наверное... Но нет. Во-первых, я считаю, что у детей должна быть часть дома, семья, но, к сожалению, не очень хороший случай усыновления случается не только за границей, но и в России. Поэтому я бы, наверное, все-таки не стала ограничивать национальность и гражданство усыновителя. Получается, что, например, вы проголосовали бы против закона Димы Яковлева, а таких людей в тот самый момент в Думе оказались считанные единицы, буквально несколько человек. И так вы оказываетесь в оппозиции огромному политическому организму. Да. То есть, в принципе, вы готовы на резкие действия? Я считаю, что каждое мнение имеет право быть. И я, например, в курсе тоже с ситуацией с Оксаной Пушкиной и ее попытки как-то регулировать домашнее насилие. Я знаю, что ее инициативу никто не поддержал. И для меня, как бы, я понимаю ее тоже расстройство на эту тему, потому что это действительно очень важный вопрос, он необходимый всем. и нет смысла говорить, что раз этот закон не приняли о домашнем насилии, значит, в этом нет необходимости и как-то нужно уподобляться большинству и соглашаться с ним. Вы упомянули Оксану Пушкину. Кто еще, мне кажется, такой ролевой моделью в Российской Государственной Думе? Ну, ролевой моделью смотря для кого, но я могу только говорить о личных моих знакомствах. Я, например, неплохо знакома с Машей Кожевниковой, и я помню ее борьбу с пальмовым маслом, то, как она получала дополнительное высшее образование на эту тему, как она действительно искренне сражалась, искренне переживала, и до сих пор как бы я вижу ее какие-то искренние вопросы. И для меня как бы это важно. Несмотря на то, что там мы женщины, мы любим платье, красятся и туфли, это не все, что мы представляем, что все-таки наш голос имеет место быть, и он не сильно отличается от мужчин. За мужчины многие тоже любят туфли, а некоторые даже красятся. Просто они не говорят об этом слух. Я слышала такие высказывания, что люди, которые идут из шоу-бизнеса в политику, они на самом деле себя промоутируют таким образом, а нацеленности на настоящую политическую карьеру у них нет. Готовы ли вы отвечать на такие потенциально возникшие претензии? Вы знаете, я их уже прочитала у себя в комментариях. Конечно, конечно. И я этого ждала. Более того, то есть я бы удивилась, если бы кто-то мне не задал вопрос, типа певица, Госдума, когда после этого я выложила еще какое-то видео в ТикТок, написали, это танец депутата. Я все-таки считаю, что невозможно на человека навешать ярлык. Да, я могу заниматься многим. Да, я не обязана афишировать все, что меня интересует в жизни. Да, несмотря на то, что я певица уже очень много лет, я могу применить себя еще в другой деятельности. И в целом я привыкла к тому, что что бы я ни делала это подписывать, это все пиар. То есть если у меня какие-то отношения, это пиар. Если у меня там заканчиваются какие-то отношения, это пиар. Если у меня сосед появляется с Пумой и меня это не устраивает, это пиар. То есть в целом вся наша жизнь пиар. Готовы ли вы к провалу на выборах? Да, конечно. Это же мои первые выборы в целом. Знаете, я, конечно, девушка очень амбициозная, но за исключением в фабрике звезд одной и второй я проигрывала везде. Вот. Это к тому, что я не жду того, что я такой победитель по жизни. Я человек, который пытается. Вы провели детство в городе Мирный, Я правильно называю, да? Насколько ваш опыт человека, живущего в этом регионе, вообще сталкивающегося с какой-то другой частью жизни, не только всегда вы были певицей, звездой, находящейся в поле публичного внимания. Насколько этот ваш личный, детский, подростковый, юношеский опыт может быть учтен в вашей потенциальной политической карьере? Ну, во-первых, в Якутии определенная атмосфера, вечная мерзлота, карьер гигантского размера, рядом с которым я любила медитировать. Как мы их называли? Мы их называли отбросами из этого карьера, которые окружают наш город, потому что все, что переработано было из карьера, это все для дальнейшей переработки складывалось, складировалось за пределами города, но так и город маленький, туда было легко дойти пешком. Конечно, вопрос экологии волновал всех. Волновал моих родителей, волновал меня, и я понимаю, что людям иногда все-таки необходимо, необходимо, как и поддержка их интересов, а не просто какой-то большой компании, алмазодобывающей, например. Мне очень хочется, чтобы и там, где я нахожусь, была хорошая атмосфера, так же и там. Насколько финансово вам интересно этим заниматься? Финансово интересно заниматься? Честно, я не уверена, что это такой большой финансовый вопрос. Я не смогла найти даже в эту статью официальная зарплата депутата Государственной Думы. В районе полумиллиона в месяц. Хорошая по российским меркам зарплата. Не уверена, что она считается хорошей для человека, который работает в шоу-бизнесе, где, наверное, более существенный гонерар. Я привыкла к своей деятельности музыкальной. И для меня это, не поверите, с моих 17 лет это единственная работа, которая у меня была за всю жизнь. Поэтому я, когда принимаю участие в каких-то таких экспериментах и в каких-то таких новых начинаниях, я никогда не смотрю на вот эту финансовую часть, потому что вопрос же в интересе, вопрос настолько это тебя вдохновляет. Вопрос финансовый, мне посчастливилось быть певицей, и это закрывает очень много вопросов в моей жизни, как творческую потребность, так и финансовую, поэтому у меня в этом плане все хорошо. Что вы говорите из ваших слов, следует, что вы уже и раньше пробовали себя в чем-то, что абсолютно непривычно для музыканта, вы говорите о ледниковом периоде. Это в том числе, да, и ледниковый период, и какие-то мои другие попытки участвовать, ну, кстати, другие телевизионные шоу так и не появились, которым я собиралась участвовать и пробовала себя в новом эмплуа. Был даже момент, когда я отказалась от участия в большом проекте на ТВ, потому что я понимала, что тут это настолько для меня ново, что я не смогу. А вот тут сможете, да? А вот тут смогу, да. Я все-таки оцениваю свои силы, свои возможности, потому что завтра я не спою как оперная певица, потому что для того, чтобы петь как оперная певица, нужно очень-очень-очень и еще больше лет учить музыкальную грамоту, которую я никогда в своей жизни не учила. Что касается представления интересов людей, то для меня это очень близко, потому что та же самая ситуация с Пумой, когда я познакомилась со всеми соседями, мы собрали инициативную группу более 40 человек. Для меня это ближе. И я считаю, что я в данном моменте больше на своем месте, чем бы я, например, была в оперном проекте. проекте. «Строя» 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 «Строя»